Всё начинается с семьи. Тезис, о котором должен помнить каждый родитель. Именно взрослые служат примером для детей. Как же не упустить ребёнка? Есть ли формула правильного воспитания? Лид-мотив общегородского собрания. В актовом зале 35-й школы около 150 человек. Больше половины – это мамы и папы. В роли спикеров – представители УВД, МЧС, прокуратуры, образования и медицины. Прямо говорят о проблемах современной молодёжи. Сколько работают школы, сколько работают субъекты профилактики. Не стоит забывать о том, что всё-таки всё начинается с семьи. С поведения родителей, с их образа жизни, с формирования достаточного примера для своих детей. Какими они пойдут по жизни и что они получат в этой жизни, зависит прежде всего от них. В Бобруйске с начала года зарегистрировано 30 преступлений среди несовершеннолетних. Треть из них – в сфере незаконного оборота наркотиков. Также это кражи, мошенничество в интернете и махинации с банковскими карточками. Причины идти по кривой дорожке у подростков разные. Желание быстро заработать, влияние плохой компании и, конечно, недопонимание в семье. Родители намного меньше уделяют внимания всё-таки детям, меньше смотрят их мессенджеры, телефоны, не интересуются, с кем они общаются, круг общения. Также не смотрят на их поведение, которое в принципе меняется. Коммуникативные площадки, финансовая грамотность, правовое и духовно-нравственное воспитание – темы серьёзные и актуальные. Но порой под давление будничных проблем уходят на второй план. Спохватившись, остаётся лишь один вопрос – когда упустили ребёнка? Отсюда вывод – чтобы хорошо воспитать, нужно и самим учиться. Мы провели родительское собрание в немножко такой нетрадиционной для нас форме. Не было докладов. Родители работали в группах. Всего шесть групп. Каждая группа имела определённую цель. Родители все вместе составили формулу успешного родительства, определили ключевые моменты и задачи, приоритеты в семейном воспитании. Каждая группа представляет свой проект по направлениям, в котором на понятном для всех языке объясняют самые сложные моменты воспитания и взросления. Здесь же площадки ГАИ и МЧС, акцент на правилах дорожного движения и в целом безопасности жизнедеятельности. Зима, Новый год. Мы понимаем, что есть определённая повышенная опасность – это при использовании пиротехнических изделий. Это предмет повышенной опасности, который недопустим использованию детьми. И об этом родители тоже должны говорить. Подростки часто ошибаются в своих выводах, что достаточно взрослые и всё прекрасно понимают. Эта уверенность порой их же самих губит. Только родители могут помочь в этой ситуации. Внимание, забота и доверие – три слагаемых семейного счастья. Помните, взрослые люди уже когда-то были детьми, а вот дети взрослыми – ещё не разу.